Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бусыновский. Посмотрите курс. Сегодня мы рассмотрели цикл For and While в JavaScript. Сложного, ребят, ничего нет. Мы с вами рассмотрели практически все, что необходимо для программирования. Не забывайте, что на данном этапе мы только подходим к JavaScript. Да, может быть долго. Вот смотрите, если посмотреть, аж 14 курс. По 8-10 уроков, по 10 минут. В общем, много. Но на самом деле мы делаем правильно. Какую задачу мы решаем? Поэтому, когда я начинал давать когда-то Python, Python, да? Не буду сейчас показывать. Значит, сначала я разжевывал, то есть мы там проходили вообще, что такое переменные. Дети понимали 6-8 лет, понимают эти курсы. Так вот, я отталкиваюсь от того, что вы прошли Python, либо знаете какой-то язык. Здесь мы сам JavaScript изучаем очень подробно. Но то, что, допустим, раньше, по крайней мере, вы уже сталкивались с циклами, я это беру в расчет. Поэтому, когда я писал к этим курсам предисловия, то я здесь очень четко указал. Друзья, если вы знаете Python или другой любой язык, а также имеете представление о джанго, то вперед. Если вы не знаете ни одного языка и только выбираете язык, то лучше начать с... Эта ссылка будет, ребята. Кроме курса, вот эта ссылка будет. С первых 29 уроков. Не забудьте зайти гостем, если у вас нет логина и пароля. И вы сразу попадете на первые уроки и поймете, что объясняю я просто. Затем спокойно изучите джанго, а потом уже браться за JS. Да, ребята, JS, то есть JavaScript, мы изучаем очень подробно, с полного нуля. То есть подход мой заключается здесь в том, что я решил соединить и обучение, и программирование, чтобы мы не просто учились, а начали программировать с первых шагов. Вот поэтому целых 14 курсов, еще 15-й будет знакомство с ООП. Мы с вами практически изучали азы JavaScript, чтобы в него вклинился, и для нас было это продолжением, и ни в один из моментов не прерывалось наше понимание. Так вот, я что хочу сказать. Ну а здесь давай JavaScript, да, с нуля, но основные парадигмы языка, то, что в языках есть, допустим, типа объектов, что есть переменные, что в каждом языке есть та же строка, что есть циклы и так далее, вы должны быть с этим знакомы. Поэтому, если у вас это первый язык, то начните с изучения Python, а потом придете к JavaScript. Ну, я здесь поясняю. Например, строки есть во всех языках, или перемены есть во всех языках, разница ли в том, как объявляется, где хранится информация и так далее. То есть, я хочу сказать, именно для новичков, если вы не знаете ни одного языка, то идите изучайте Python здесь. Я дал ссылку. Уроки рассказаны очень простым языком, их понимают даже дети 6-8 лет. То есть, школа построена от простого к сложному. Писать будете, потому что уже в школе ни одна сотня людей начала программировать. Есть люди, которые обрели благодаря школе профессию и начали уже брать заказы. Вот конкретно написал человек, который на сегодняшний день на Python, допустим, программирует табло. Первым языком изучать JavaScript это дело неразумное. Это мое индивидуальное мнение. Хотя во многих книгах авторы пишут, что можно изучать. Да, и Mozilla, я смотрел, предлагает и разработку игр, и много чего. Ребят, ну это неразумно. JavaScript, он хорош для того, чтобы работать с ним как с вкраплением. Например, дальше я описываю. Я вам сейчас это все покажу на практике. Вот возьмем YouTube. Значит, YouTube написан на Python. Ребята, это источник Mark Luth. А вот когда мы что-то там щелкаем и нам выдают сообщение, например, сохранено, это уже JavaScript. Да, на JavaScript можно делать очень сложные вещи. Но все-таки я бы не сказал, что он очень удобен. Зависимость от браузеров, ну много чего. Есть и плюсы, есть минусы. Но самое главное, что мы получим при применении JavaScript, зачем мы его будем принимать, применять, чтобы получить элементы какие-то без перезагрузки страницы. Но все основное действие мы будем доверять, ребята, Django и Python, стабильному, который будет работать во все времена на любых браузеров, и точность будет 100%. Поэтому мы будем управлять JavaScript при помощи Python, чтобы это было красиво, надежно. Ну, а теперь вернемся к курсу. Мы сегодня с вами познакомились с Vile и For, с двумя циклами. Курс посмотрите, сложного ничего нету. Все проще, чем в том же Python. Здесь язык, как говорится, он довольно небольшой язык, но все-таки к моим инструкциям, опять же, те инструкции, которые я сейчас рассказал, то есть те наставления, я, это мое индивидуальное, индивидуальное, значит, пожелание к вам, поэтому я рекомендую изучать по шагам Python, Django, а потом JavaScript. Очень хорошо, заостряю внимание, будет изучать и Python, и JavaScript. Тогда очень великолепно понимаются две парадигмы языка, например, Python и JavaScript на отличиях, потому что они настолько разные, да, но вы будете, когда изучать, вы будете понимать, а, вот это делается в Python, а вот JavaScript, а как сильно отличается, и вы понимаете тогда и Python, и JavaScript. Ну и здесь ссылка, что если есть акция, то можно перейти на страницу оплаты и получить доступ ко всему, к разным сайтам. Итак, а теперь информация для тех, кто только начал с этого курса. Python-tut.ru это сайт продолжения Python и продолжения Django, то есть мы Python и Django и другие библиотеки чем-то дополняем, то есть по сути дела Python, Django, JavaScript и разные-разные производные, тут мы столкнемся потом тип скрипт, но все это настройки, настройки, много с чем столкнемся, то есть все, что расширяет. Сама же школа, чтобы выйти на средний уровень, находится на сайте spb-tut.ru то есть вы здесь получаете пожизненный логин и пароль и сначала подтянете Django на средний уровень, чтобы легко могли написать такие вещи, как, например, блог, интернет-магазин, то есть а здесь мы уже используем JavaScript, как я уже и рассказывал, например, чтобы писать вещи более сложные, то есть с подписками, все это делается при помощи JavaScript и библиотеках, библиотеках написанных на JavaScript таких как AJAX, Jukeri, то есть я хочу, чтобы вы выяснили, что зачем вам JavaScript. Изучите сайт, посмотрите и все вам станет понятно. Это мои были рекомендации. а нам с вами сегодня надо познакомиться с for и while циклами двумя. Значит, практически мы изучили все основное, что надо знать о циклах, то есть сам синтаксис while, синтаксис for, синтаксис до while, изучили где и что можно пропускать, изучили когда можно прерывать цикл, изучили цикл for в объектах, то есть по сути дела этого достаточно, чтобы начать программировать. Все остальное мы можем где-то дочитать, где-то досмотреть, то есть но для нас уже будет понятно, как это делается и для нас уже не будет ничего скользать. Да, действительно, как я и пояснил, не надо забывать, что хоть это 14 курс, но я бы не сказал, что мы приступили к изучению JavaScript. Мы сейчас усваивали все азы, которые нам надо вообще для понимания JavaScript, то есть грубо говоря базовый JavaScript, чтобы мы могли дальше легко ориентироваться в языке, что-то добавлять и заострять внимание только на новых возможностях, на использовании тех же методов и других вещей, но при этом основная структура нам всегда было понятно, чтобы при изучении далее у нас не было белых пятен. Вот именно поэтому мы и очень серьезно подошли к базовому JavaScript ну грубо говоря практически сутки уроков видео если в школе уже наверное 12 суток видео во всей то к JavaScript подошли практически сутки у нас уроков но писать будете это 100% ну что ж все ссылки будут в описании видео поэтому успехов присоединяйтесь писать будете спасибо спасибо